Доброе утро! Осеннего цветотипа, то есть у нее темная кожа, темный цвет волос Соответственно, ей пойдут многие медно-рыжие оттенки, цвет горчицы, каштановый цвет То есть вот с этими цветами можно экспериментировать Сейчас мы попробуем немножко придать ее образу такой выпускной характер Основная тенденция в макияже 2015 года это как бы естественный стиль ньют Но это совсем такой естественный натуральный цвет Мы хотим немножко выделить, показать более ярко Так как девочка сама яркая, ей очень подойдут стрелки, которые тоже в этом году очень модные Стрелки такие, как носила Одри Хёбберн Модны также цветные стрелки, не только черного цвета Вот для данного цветотипа, для осени, в принципе, любые стрелки подойдут И черные, и цветные Мы сделаем ей классические черные стрелки Стрелки можно сделать намного толще, это будет зависеть от всего вашего образа То есть какое платье вы предпочитаете на выпускной, какое у вас будет платье В зависимости от этого будет и стиль стрелок Губы мы сделаем поярче, слегка обведем их карандашом Карандаш должен соответствовать тону помады Сейчас в моде яркие, насыщенные, ягодные тоны Поэтому мы сделаем губы такого ягодного цвета Данные выпускницы относятся к летнему цветотипу То есть у нее достаточно светлая кожа, с розоватым таким немножко оттенком И поэтому тона, которые мы ее будем красить, они должны быть слегка такие с легкой дымкой Так как в этом году достаточно модно розовый цвет в макияже Поэтому мы сделаем розовый макияж, но в таких пастельных тонах И немножко тронутый дымкой будет розовый цвет То есть он будет не ярко розовый, а дымчатый розовый Если вы на выпускной выберете платье розового цвета То не обязательно, чтобы макияж был тоже в розовых тонах Это как бы сольется с цветом платья Лучше делать немножко на контрасте То есть к розовому платью достаточно будет или розовых румян, или розового блеска Немножечко уголки глаз оттеним дымчатым цветом, чтобы сделать ее повыразительнее Возьмем для этого дымчатый коричневый цвет Губам мы придадим такой натуральный цвет Чтобы их особо не выделять, чтобы мы все выдержали в таких натуральных светлых тонах У этого образа мы тоже подчеркнем скулы, но тоже в розовых тонах Такие дымчатые розовые тона, которые завершат весь наш макияж Следующий образ, с которым мы познакомились, это образ весны Вот девушка яркий представитель этого образа У нее достаточно светлые глаза В данном случае какие-то они голубовато-серые Волосы светло-русые Кожа такая не светлая и не смуглая Которая кожа не сгорает, а легко загорает на солнце И мы сделаем акцент на глаза То есть мы и придадим им тени, и сделаем небольшие тоненькие стрелочки Чтобы акцент был именно на глаза Века мы окрасим светло-коричневыми тонами Сделаем акцент Немножко высветлим бровь То есть под бровь мы добавим светлые тени И сейчас мы вдоль линии роста ресниц проведем стрелочки Не узкие, а такие достаточно широкие Мы подчеркнем также и нижний век Тот же легким контуром теней Придадим такой своеобразный смоки-айс Только в светлых тонах Достаточно густо прокрашиваем ресницы Начинаем, как обычно, с нижних ресниц Здесь уже по желанию девушки Можно или придать такой легкий румянец Но я бы не стала ничего делать Так как у нас ярко выделены глаза Наш образ завершен И напоследок хочу вам дать несколько советов Которые вы должны придерживаться при выборе макияжа В первую очередь, конечно, не экспериментируйте с макияжем Накануне выпускного Обращайте внимание на свой цвет лица и цвет волос Определяйте правильно свой цветотип И тогда вы будете выглядеть Самый неотразимый на выпускном вечере Субтитры создавал DimaTorzok